До этого тоже, когда мы встречались, на выступлении я объяснил, что ребята, у нас как происходит. У нас президент страны выступает и говорит, что мы хотим поддержать бизнес, мы понимаем важность, роль бизнеса в развитии экономики, потому что бизнес платит налоги, наш бюджет составляет 80% за счет налоговых сборов. Это все прекрасно. На уровне премьер-министра те же самые слова о поддержке бизнесу, но когда уже спускается на уровень, скажем, министерств, ведомств, агентств, к сожалению, там уже идут, как я всегда говорю, корпоративные интересы этих ведомств и агентств. То есть у каждого есть свое направление и, соответственно, все тянут отделом на свою сторону. Это мы видим за последние 10 лет, я, по крайней мере, участвую и вижу, как это происходит. И все это на бумаге отражается. Инициируешь какое-то изменение или поправку в какой-то закон, и этот закон обязательно где-то застревает и выясняется, что он мешает интересам определенного органа. И мы надеемся, что настоящий, нынешний премьер-министр, он сможет этот барьер обойти или каким-то образом, я не знаю, используют свои полномочия, скажем, или хотя бы поорганизовать диалог. То есть мы просим, чтобы просто, ребята, давайте выслушайте нас тоже. И надеемся, что этот диалог будет продолжаться. Мы с ним договорились, что периодически будем встречаться.